Масса Здравствуйте! Сегодня на уроке мы поговорим с вами о такой величине, как масса. Давайте возьмем два портфеля. Один оставим пустым, а другой заполнен учебниками. Чем они будут отличаться? Один окажется легче, а другой тяжелее. Оказывается, что масса характеризует как раз вот это самое состояние объекта. Как же измеряется и в чем измеряется масса? Для измерения массы используется такой предмет, как весы. Весы бывают различные. Самые простые весы – чашечные. Устройство чашечных весов основано на следующем. На одну чашку весов берут предмет, который хотят взвесить, а другую заполняют предметами, масса которых уже известна. И добиваются ситуации, в которой весы окажутся в равновесии. Таким образом, масса предмета, которого измеряют, будет равна по массе тем предметам, которые лежат на другой чаше весов. Или, если есть задача просто выяснить, какой из предметов тяжелее или легче, достаточно два предмета положить на чашечные весы. И в зависимости от того, какая из чаш перевесит, там предметы будут считаться тяжелее. В старой России применялись различные измерения массы. Например, для измерения маленьких и драгоценных предметов использовался золотник. На перевод в наши обычные единицы измерения – это примерно 4 грамма. Также в торговле очень популярны были единицы измерениями, как 1 фут, который равен 96 золотникам, или 1 пут, который был равен 40 фунтам. Но эти единицы измерения были неудобны, потому как они были различны у разных торговцев. Для единой метрической системы измерения массы придумали такую единицу измерения, как 1 грамм. Что же такое 1 грамм? 1 грамм – это масса кубика льда с ребром, равным 1 сантиметру. Объем такого кубика – 1 кубический сантиметр. И массу этого кубика приняли за 1 грамм. Что мы обычно измеряем в граммах? Ну, например, все покупали мороженое, плитка шоколада. Масса таких предметов не очень крупных измеряется в граммах. Булка хлеба. Давайте попробуем увеличить размеры нашего кубика и посмотреть, что у нас получится. Возьмем кубик со стороной 10 сантиметров. Тогда окажется, что объем такого кубика равен 1000 кубических сантиметров. То есть это в 1000 раз больше, чем кубик, массу которого мы приняли за 1 грамм. И масса такого кубика будет равна 1000 граммам. 1000 граммов еще обозначают одним килограммом. Приставка «кило» обозначает «тысяча». Такой кубик еще называют одним литром. То есть объем кубика со стороной 10 сантиметров будет считаться объемом в 1 литр. Давайте увеличим нашу сторону куба до 1 метра. У нас появится куб объемом 1 кубический метр. Так вот, масса льда объемом 1 кубический метр у нас будет равна 1000 килограммам. И эту единицу измерения назвали тонной. Одна тонна равна 1000 килограммам или миллиону граммов. В тоннах измеряют обычно тяжелые предметы. Например, грузовые автомобили. Вы можете заметить на дорогах обозначение на знаках, какой грузоподъемности могут проезжать там машины. 2 тонны, 3 тонны. Вот это обозначение. Тонна обозначается буковкой «Т». Еще одна единица измерения – это центнер. Один центнер равен 100 килограммам. Центнер – слово само произошло от латинского слова «центум» или «сто». То есть один центнер равен 100 килограммам. Эта единица измерения очень часто используется в сельском хозяйстве. Когда необходимо взвесить какое-то количество выросшей продукции, например, зерна или картошки, используют такую единицу измерения, как центнер. Давайте посмотрим теперь на общую таблицу с единицами измерения массы и посмотрим, как они между собой взаимосвязаны. Во-первых, мы поняли, что единица измерения выбран грамм. И все остальные как-то связаны с граммами. Подведем итоги. Получается, что одна тонна содержит в себе 10 центнеров или 1000 килограммов. Один центнер – это 100 килограммов, а один килограмм – это 1000 граммов. В одном грамме – 1000 миллиграмм. То есть миллиграмм – это одна тысячная часть грамма. Поговорим об единицах измерения времени. Основной единицей измерения в международной системе выбрана одна секунда. Соответственно, все остальные единицы как-то связаны с секундой. В одной минуте помещается 60 секунд. Один час равен 60 минутам или 360 секундам. Есть и другие единицы измерения времени, такие как сутки, месяц, год и век. Сутки содержат в себе 24 часа. В одном месяце у нас 30 дней. В некоторых месяцах бывает по 31 дню. И есть один месяц, в котором 28 дней. Не забывайте, это февраль. В высокостные года бывает, что в феврале 29 дней. Один год содержит 365 дней. И высокостный год, то есть тот год, в котором в феврале 29 дней, будет иметь 366 дней. Обратите внимание, что единицы измерения времени не связаны увеличением в 10, в 100 и 1000 раз, как мы с вами это видели в единицах измерения длины, объема и площадей. Про это нужно всегда помнить. В чем же измеряют скорость? Давайте сначала вспомним, что такое скорость. Скорость – это величина, которая показывает, какой путь пройден объектом в единицу времени. Вот, например, 5 километров в час – скорость ученика. Что это значит? Это значит, что за один час человек проходит 5 километров. То есть, если нам говорят, что автомобиль едет со скоростью 90 километров в час, это обозначает, что через час он преодолеет путь, равный 90 километров. Как измерять скорость? В каких единицах измерения? У нас с вами расстояние измеряется в километрах, в метрах, в миллиметрах даже. А время – в часах, секундах, минутах. В чем же измерять скорость? Общепринятые единицы измерения скорости – метры в секунду. Но это не всегда удобно. Часто бывает, что мы фиксируем скорость в километрах в час, метры в минуту, в зависимости от того, для какой цели мы это делаем. Пешеход на прогулке обычно развивает скорость в 5 километров в час. Велосипедист на велосипеде может развивать скорость до 30 километров в час. Автомобилист за рулем может ехать со скоростью и 150, и 200 километров в час. Бегун на соревнованиях на короткие дистанции может развивать свою скорость и до 95 километров в час. Ракета развивает скорость до 1,5 километров в секунду, а скорость света – 300 тысяч километров в секунду. Единицы измерения скорости различны, и мы должны об этом помнить, когда решаем задачи, потому что очень важно, чтобы ваши измерения проходили в одних и тех же единицах измерения скорости.